Это школьная территория в селе Викулово Тюменской области. В центре большая дыра глубиной 3 метра. Взрослые люди не могут прийти в себя от шока. Только что на их глазах под землю провалился ребёнок. Трагедия произошла за считанные секунды в сентябре этого года. Земля дала трещину и буквально поглотила школьника 7 лет. Находившийся рядом мужчина попытался прыгнуть вслед за ребёнком, но не смог. Отверстие было слишком узким. Он сам с трудом выбрался наружу. Когда через час поисков спасатели достали мальчика, он был уже мёртв. Но что случилось? Почему вдруг разлом произошёл прямо здесь, возле школы, где, казалось бы, всё должно быть спокойно и безопасно? Может, земля мстит за что-то, забирая в свои недра людей? Маленькая румынская деревня. Двухлетняя девочка упала в подземный колодец и застряла там. Идёт спасательная операция. Ребёнок находится на глубине 5 метров. Девочка напугана, но ещё жива. Девочка не может ухватиться за верёвку, а спасатели не могут спуститься вниз, так как проход очень узкий. Мать и отец в волнении надеются только на чудо. Неожиданно одна из деревенских девушек соглашается помочь. Ей придётся пролезть 5 метров вниз в полной темноте вверх ногами. Люди замерли в ожидании. Внезапно девушка просит вытащить её. Она не смогла достать ребёнка, та очень крепко застряла. После короткой передышки девушка просит, чтобы её опустили снова. Это последний шанс на спасение малышки. Люди вокруг затаили дыхание. Девочка в безопасности. Она в шоке и сильно замёрзла, но её жизни больше ничего не угрожает. А это уже Ярославль. Жуткие кадры зафиксировала городская камера видеонаблюдения. Только вглядитесь, мужчина приближается к автобусной остановке и вдруг просто исчезает. Он в прямом смысле сквозь землю провалится. Ходить по улице стало опасно для жизни. Но почему такое происходит и как не попасться в ловушку? Воронка размером с девятиэтажный дом. Это всё, что осталось от лесного озера с оконцы во Владимирской области. За считанные часы вся вода вместе с рыбой ушла под землю. 1 ноября этого года жители, расположенные рядом деревни Пивоварова, услышали ночью странный шум, а наутро узнали, что водоёма больше нет. Жители запаниковали. Местная легенда гласит, как только с лица земли исчезнет древнее озеро, то всё вокруг уйдёт под землю. Многие в спешном порядке стали покидать свои дома. Рядом мы живём, во-первых, очень страшно, как-то само вот это уже состояние, что рядом дома находятся. Ну, во-вторых, очень неприглядная картина и просто жуткая, как будто, знаете, вот наводнение или что-то такое, цунами какой-то прошёл. Озеро с оконцы – одно из самых загадочных в центральной части России. С ним связано много мистических происшествий. Два года назад в водоёме утонул человек, тело которого найти не удалось. Геологи убеждены, что под озером на 80-метровой глубине протекает подземная река. Но куда она ведёт? Это невероятно, но местные уверяют. Котлован, оставшийся на месте провалившегося озера, скоро вновь наполнится водой. Подобное уже случалось. В 1941 и в 1957 годах в этой местности под землю уже уходили целые лесные массивы и даже жилые дома. После чего Визняковский район стал местом поломничества экстремалов и исследователей паранормальных явлений. Опытный альпинист Артур Женухов готовился к покорению очередной горшины. Во время тренировки в горах близ села Заюково в Кубардин-Балкарии он обратил внимание на странное углубление. Сверху навалены камни, растут кусты, и с виду это обычная нора, каких в земле, видимо, невидимо. Но Артур заметил, что из отверстий сильно сквозит. Значит, внутри и находится большая полость. Он стал расширять щели, внезапно попал в огромную шахту, которая уводила куда-то в темноту. То, что предстало глазам спелеологов, которых вызвал альпинист, повергло их в шок. Подземелье было бесконечным. Но это был не просто тоннель. Здесь все было, как в настоящем городе. Площади, улицы, дома, но только под землей. Когда он туда спустился, поднялся, какие-то фотографии сделал, он мне показывал фотографию, что все это сложено из искусственных камней. Правда, таких, которые просто так не сложат, должна быть соответствующая техника, которая даже, может быть, сегодня у цивилизации сегодняшняя отсутствует. Гигантские многокилометровые сооружения в точности повторяли загадочные полости, обнаруженные внутри египетских пирамид. Но как такое возможно? Кто их построил? Местные старожилы рассказывали, что раньше, если они поднимались в массив Харахора и прикладывались к земле, прислоняли ухо к земле, то можно было слышать различные звуки. Похоже, на нашей планете нет естественных гор и ущелий. Индустриально развитая цивилизация существует на земле десятки тысяч лет. Когда спелеологам удалось продвинуться внутрь пещеры, перед ними открылась отвесная шахта 100-метровой глубины с идеально гладкими стенами. Стало очевидно, все коридоры, проложенные в горе, были созданы руками человека. Тоннели, шахты, пустоты, подземная жизнь у нас под ногами. Неужели подземелья таят в себе скрытую угрозу? Что происходит в недрах земли сегодня? Процессы, которые мы не видим, но они реально существуют. Чем грозят они будущему планеты? Возможно, недра предупреждают человечество об опасности, но о какой? Те, кто сумел прикоснуться к тайне подземной цивилизации, предсказывают, глобальная катастрофа ждет нас уже в ближайшем будущем. Война в преисподней уже идет. Кто победит в этой битве? Ударишь по боевикам, только внимательно и аккуратно, чтобы пехоту не задеть. Откровенные признания экс-сотрудников Пентагона. На территории США существуют подземные города. Вазы эти не существуют. Весь вопрос только для чего они используются, как они используются. Кто убил военного геолога Фила Шнайдера и за что? Из-за давления ужасных структур федерального правительства, от которых я напрямую чувствовал угрозу, я никому не рассказал об этих материалах. Подземный пожар, который продолжается уже 55 лет. Кто проклял мирный город? Там мы испытывали какое-то оружие. Что скрывают льды Антарктиды и кто построил под ними таинственные тоннели? Все, что связано с Антарктидой, на самом деле, оно закрыто таким покровом секретности. Все о том, что скрыто под землей, прямо сейчас. Невероятная находка в подмосковном озере Бездонное стала мировой сенсацией. Этот водоем под Солнечногорском вот уже 200 лет пугает жителей своими чудесами. Но похоже, что озеро наконец-то решило раскрыть свою тайну. Владимир Саиченко закинул удочку в очередной раз. Водитель сельской администрации Солнечногорского района часто проводил выходные здесь, на озере Бездонном. И домой всегда возвращался с хорошим уловом. Но в этот раз рыбалка не задалась. Владимир уже собрался сматывать удочки, как вдруг леска с грузом резко ушла под воду. Рыбак обрадовался. Наконец-то он начал крутить ручку спиннинга и улов. Показался над водой. Но на крючке была вовсе не щука. Эта рыбалка навсегда останется в памяти Владимира Саиченко. В водах подмосковного озера Бездонное он выловил штатный спасательный жилет ВМС США с идентификационной надписью. Я сперва глазам своим не поверил. Не, мы тут в деревне, конечно, знаем, что с нашим озером что-то не так, вечно начудит. Но помню, бывали случаи такие, обломки всякие вылавливали. Я не знаю, то ли кораблей каких-то, то ли самолетов. А теперь вот жилет. Вы сами подумайте, где Америка и где мы. Судя по надписи, жилет принадлежал матросу Саму Беловский с эсминца Коуэлл. Того самого, что взорвали террористы 12 октября 2000 года в Аданском порту в Индийском океане. Тогда в результате трагедии четыре матроса погибли, а десять пропали без вести, в том числе и Сэм Беловский. Это невероятно. Каким образом спасательный жилет из Индийского океана попал в центральную часть России в озеро Бездонное, преодолев за три года четыре тысячи километров? Каков был его путь? Исследователи уверены, в Московскую область жилет попал исключительно по подземным тоннелям. Михаил Левентов несколько лет изучает озеро Бездонное. С точки зрения Краеведа, все дело в уникальной геологической структуре водоема. Территорию Московской области и в геологическом разрезе преобладают известняки полиозойские. Эти известняки, как известно, имеют свойство растворяться под воздействием вод, в том числе и подземных. И при взаимодействии с подземными водами могут образовываться как неровности на поверхности известняков, так и различного рода пустоты. Пустоты в виде колодцев, в виде пещер, в виде иногда туннелей. У озера Бездонное действительно нет дна. Все попытки померить глубину водоема до сих пор терпят фиаско. Местные водолазы неоднократно погружались безрезультатно. По легенде, даже знаменитый земляк, великий русский химик Дмитрий Менделеев пытался измерить глубину резервуара. Ученому не хватило веревки длиной в 97 метров. Деревенские сторожилы и вовсе уверены, что их озеро в глубине своей ведет к центру земли. А там оно соединяется с водами Мирового океана, поэтому и жилет оказался у них. Когда подходишь к озеру, очень-очень нехорошее чувство появляется. Как будто бы... Ну, как тревога внутри. Мы решили провести собственный эксперимент и проверить, действительно ли у этого озера отсутствует дно. Денис Шагинян – профессиональный фридайвер. Он опустится на глубину порядка 30 метров. На мне сейчас одет толстый гидрокостюм. Вот. Для погружений я собираюсь нырнуть в озеро и проверить его глубину. Последнее приготовление. Страховка на случай, если у озера действительно нет дна. У меня есть вот такая металлическая страховка, металлический карабин, трос. Я им буду зацепляться за основной наш трос. Подозреваю, что там в глубине будет темно, поэтому я возьму фонарик с собой. Вот. И посмотрим, что там будет. Сначала в воду кидаем трос. Затем Денис начинает свое погружение. Оператор и ассистент внимательно наблюдают. Главное, чтобы страховка не лопнула, все напряжены. Условия для работы фридайвера очень опасные. Пока все идет по плану, но вот внезапно веревка начинает трястись. Что происходит? Мы срочно поднимаем Дениса на поверхность. История довольно странная произошла. То есть на моем опыте я такого еще не видел. Когда я мерил глубину, бросил отвес, вот, он дошел там до какой-то глубины, я не знаю, ну, может, метров 10, наверное. Вот. Я уже собирался нырять, но веревка вдруг неожиданно поехала вниз, как будто, то есть, как будто пробило дно. Вот. И дальше она размоталась полностью. Вот. Там дальше ил тоже идти не захотелось. Очень страшно туда идти в глубину. Вот, в черноту погружаться не хочется. Неужели у этого озера действительно нет дна? В это сложно поверить, но фридайвер Денис это подтверждает. Дна обнаружить вообще не удалось. То есть потрогать дно нельзя. Его нет. Местные не раз находили в озере обломки затонувших парусных кораблей. В некоторых избах хранились доски с загадочными надписями «Санта Мария». Это доказывает возможное существование неизвестных нам подземных путей и магистралей, связывающих материки Земли. Кто и зачем построил эти подземные трассы? И так ли безобидны чудеса, которые происходят с озером? Возможно, под землей запущены процессы на уничтожение цивилизации. Все готово и ждет своего часа. Выживем ли мы в противостоянии с подземным разумом? В Америке на глубине трех километров уже построено не меньше сотни подземных городов. О проекте «Дампс» в США долгое время никто ничего не знал. И только бывшие сотрудники Министерства обороны Джеймс Касболт и Тим Вайнер рискнули открыть всему миру правду. Это глубокие подземные города, связанные туннелями, по которым передвигаются высокоскоростные поезда со скоростями до полутора тысяч миль в час. Я входил в группу людей, которые работали в этих подземных базах. И я являюсь одним из немногих свидетелей, которые видели там живых чужеродных существ. Но как выглядят эти подземные сооружения? Что в них происходит? Кто там живет? И если американские власти построили такую масштабную подземную страну, значит ли это, что человечеству угрожает какая-то опасность? Базы эти, они существуют. Весь вопрос только для чего они используются, как они используются. И это с точки зрения уже военной геополитики, как их можно, грубо говоря, в случае необходимости подавлять. Людей, которые могут пролить хоть какой-то свет на подземные тайны единицы. Каждому из них за свою смелость пришлось дорого заплатить. Фил спешил закончить рукопись для будущей книги. Наконец-то мир узнает обо всем. 17 лет он работал на американское правительство, и 14 лет молчал об этом. Но теперь все тайны о подземных базах Пентагона будут раскрыты. Что будет с ним самим? Шнайдер и не догадывался. Фил Шнайдер уверял, по всему миру под землей уже полторы тысячи военных частей. Это целая подземная страна. Но зачем это нужно? Чего или кого боятся США? И что подвигло военного геолога, работавшего на Пентагон, открыть эту страшную тайну? Я единственный выживший, который расскажет вам об этом. На этих кадрах последнее выступление Фила Шнайдера. За несколько дней до смерти военный геолог предупреждал своих друзей. Если им сообщат о его самоубийстве, не верить. За ним ведется охота. Из-за давления структур федерального правительства, от которых я напрямую чувствовал угрозу, я никому не рассказал об этих материалах. Насколько мне хватит времени этим заниматься, можно только догадываться. Дольц, штат Нью-Мексико. В этих обычных с виду домах живут люди. Но они даже не подозревают о том, что под ними выстроена новая параллельная реальность. Здесь, под землей, находится супер-секретный военный объект. Обитатели Дольца – живые мертвецы. Это тысячи бесследно исчезнувших с лица Земли. Они пленники представителей инопланетной цивилизации. Большинство из них не помнят, как попали в эту подземную лабораторию-тюрьму. У пленных нет имен. Каждому присвоен номер. Здесь они подопытные. И все это под покровительством американских спецслужб. Этот шрам Шнайдер демонстрирует на всех лекциях. Ранение из лазерного оружия он получил во время восстания на секретной базе в Дольце. Оно было жестоко подапливано. Я выстрелил в двоих из них и убил их. Но пришельцы успели перезарядить свои лазерные пушки и открыли по нам огонь. Так или иначе, я пристрелил двух тварей. Нас было человек 30, но их убили. Я получил ранение в грудь и большую дозу кобальтового излучения, из-за чего заболел раком. Шнайдер был уверен, на базе в Дольце создают новую расу людей. Поезда, челноки, туннельные машины. По разветвленным подземным системам можно добраться куда угодно. Здесь проводятся генетические эксперименты и даже опыты по контролю над разумом. На одном из уровней занимается клонированием. Но кто это делает? Врачи генетики? Военные технологи? Кто? Откровения Фила Шнайдера вызывают шок. Он уверяет, что эксперименты здесь ведут представители инопланетной цивилизации. И якобы за всем этим стоит правительство США. Неужели все разговоры о мировом апокалипсисе и инопланетном вторжении правда? В это невозможно поверить, но Шнайдер строил этот город. Почему он должен врать? Рассказывал очень много интересного, причем достаточно такими специфическими подробностями, которые можно знать специалист, который как минимум хотя бы какое-то метро подземное строит. Шнайдер стал первым, кто открыто заговорил о подземных испытаниях Пентагона. Оказывается, американское правительство разработало под землей технологии, способные вызывать землетрясения и ураганы. Кого они хотят уничтожить и зачем? Может быть, знаете, здесь есть другая сторона медали. Может, это был сознательный слив информации, показать, что да, мы обладаем такими технологиями. Потому что вот люди, которые близки к разведке и контрразведке, между разведками разных стран идут, скажем так, определенные игры. Соседи Фил и Шнайдера, пожилая пара, забеспокоились. Почему уже два дня из его дома никто не выходит? Они пригляделись. Окна в гостиной задернуты, но дверь. Она была приоткрыта. Пожилые люди решились войти. Первое, что они увидели, пятна на полу. Это была грязь, перемешанная с кровью. Следы вели в гостиную. Мертвый Фил Шнайдер лежал на полу. Вокруг шеи были намотаны провода. Все тело было в ссадинных синяках и мелких порезах. Было понятно, его долго и жестоко пытали, прежде чем убить. Разоблачительные откровения о подземных базах закончились в тот день, когда мир узнал о смерти Фила Шнайдера. Но самое главное, исчезла рукопись Шнайдера. Та самая, которую он закончил писать перед смертью. В ней он открыл всю правду о подземных базах и даже больше, чем рассказывал на своих выступлениях. Кто и почему заставил молчать Шнайдера? Эту тайну человек не оберегают, как и все то, что связано с подземными лабораториями и испытаниями в них. Естественно, что создания этих подземных туннелей были естественным продолжением вот этого Невадского ядерного полигона, где шли подземные ядерные испытания. Соединенные Штаты очень быстро увидели, что одно дело создать подземные шахты и туннели для закладки ядерных зарядов, а другое дело создать именно такие подземные города или такие подземные хранилища, в которых могли жить, работать люди, будучи, опять-таки, защищенными, возможно, от ядерных ударов противоположных сторон, а также для большего контроля за каким-то несанкционированным доступом. Эти шокирующие кадры показали все информационные агентства мира. Гигантская воронка в океане унесла в бездну пассажирский корабль, на борту которого находились 100 человек. Все они погибли. Огромный водоворот образовался у побережья Японии вскоре после землетрясения в марте 2011 года. За ним мощнейшее цунами, а дальше взрыв на атомной станции Фукусима-1. Мир пережил катастрофу, какую не видел раньше. Но как возникают эти смертельные воронки? Что их провоцирует? Ответ сейсмологов прозвучал, как громко, где ясного неба. Воронка возникла из-за проседания дна после неудачного подводного ядерного взрыва. Вода просто начала всасываться в один из подводных бункеров, а затем произошла цепная реакция, которая привела к взрыву на Фукусиме. Это Майкл Сиборн, бывший офицер ВМС США. Во время трагедии в Японии он и его команда были на борту авианосца Рональд Рейкен. На Фукусиме-1 Майкл отвечал за измерение уровня радиационного воздействия. Офицер уверен, данные ежедневных отчетов японцев – стопроцентная ложь. Ведь последствия катастрофы он испытал на себе. Сначала у него отнялась правая рука. То же происходит и с моей правой ногой. Она уже на 17 сантиметров тоньше левой. Так что с правой стороны я, по сути, разрушаюсь. Врачи пытаются понять, в чем дело. Майкл Сиборн больше 10 раз обращался к различным специалистам и прошел множество неврологических тестов. Но врачи до сих пор не могут поставить ему диагноз. Тем временем его рука стремительно продолжает терять мышечную массу. Это нечто, что вызывает мутации и врожденные пороки. Это повреждает ДНК. С подобным сталкиваются многие моряки и военнослужащие США, которые первыми среагировали на катастрофу на Фукусиме. Майкл Сиборн стал не единственным, у кого возникли необъяснимые проблемы со здоровьем. Все, кто находился на борту авианосца Рональд Рейген, оказались неизлечимо больны. Самые распространенные диагнозы – лейкоз и мутация щитовидной железы. Моряки подали коллективный иск на токийскую энергетическую компанию. Они уверены – японцы дезинформировали ВМС США. Публикуя результаты про парской воды, они явно занижали цифры, в то время как экологи фиксировали превышение радиационного фона в 5000 раз. Океаническая флора и фауна отреагировали первым. Сцены словно из фильма ужасов. Тотальный мор фауны Тихого океана. Тысячи морских обитателей, выброшенные волной на берег. Повсюду окровавленная рыба, разложившиеся морские звезды, протухшие крабы. Ученые вынуждены были признать – океан опасен не только для обитателей морских глубин, но и для всего человечества. Это настоящая экологическая катастрофа. Преступление совершенно грандиозное – загадить Тихий океан. Причем нет никаких возможностей остановить сброс вот этой грязи в Тихий океан. Тысячи японцев – жертвы подземных и подводных военных испытаний. Это доказали ученые из Рейнского института экологических проблем при Кельнском университете. Они обнаружили в атмосфере Японии следы смертельно опасного изотопа Цезия-137 с периодом полураспада 30 лет. Об этом радиоактивном элементе никто не слышал со времен проведения ядерных подземных испытаний на Семипалатинском полигоне еще в Советском Союзе. Три блока взорвалось и хранилище. То есть это там страшная катастрофа. То есть Чернобыль по сравнению с этим – копейки. Здесь ведь ничего нельзя сделать. Там расплавили зоны, хранилище. Все это лежит и все это будет течь, течь и течь непонятно сколько лет. Ну сотни лет. И гадить вот эту вот акваторию Тихого океана. Это ужасная вещь совершенно. Япония плотно заселена. Единственная возможность проводить испытания под водой в Тихом океане. Но вокруг этой страны сейсмически опасная зона. Это самоубийство. Запускать боеголовки у себя под ногами. Но это произошло. Смотрите далее. Земля уходит из-под ног и забирает с собой людей. Почему прогулки по улицам Брянска стали смертельно опасны? Необъяснимая смерть спелеолога из Кабардино-Балкарии. Какие страшные тайны открыла ему пещера? Эксклюзивное интервью американского журналиста Бенджамина Фулфорда. Он раскроет все секреты подземных баз США. Мировые державы плотно обосновались под землей. Они спустили вниз не только секретные испытания ядерного оружия. Здесь, в недрах планеты, уже идет настоящая война. Ширина полметра, высота, человеческий рост. Это вход в подземный город сирийских боевиков. Война с поверхности земли спустилась в ее недра. Грядет бой. Ударишь по боевикам. Только внимательно и аккуратно, чтобы пехоту не задеть. Потом будешь прикрывать остановку автобуса. Повернешь ствол вправо и стреляй. Дорабатывай пулеметом, чтобы не высовывались. Надо ударить по боевикам сейчас. Без кислорода и в тесном пространстве. Ловушки расставлены повсюду. Коридор, за ним поворот и снова коридор. Бесконечная цепочка лабиринтов. Часто приходится пробираться ползком. Оружие, боеприпасы, запасы воды. Взрывчаткой напичкан каждый сантиметр катакомб. Сражение в подземелье начинается. Там сотни этих туннелей, склады, казармы, где живут боевики. А потом они только появляются где-то, наносят удар. И дальше исчезают в своих норах. Они уходят по этим норам куда-то на сотни метров, а то и на километры. Сеерия, пригород Дамаска, 12 сентября 2017-го. Десятки километров подземного плацдарма. Боевики готовы атаковать. Они чувствуют себя в подземелье, как дома. Чем ответит республиканская гвардия? Кроты искусно построили свои тоннели, но гвардейцы оказались еще хитрее. Они прокопали от основного коридора катакомб новый поворот. Заложили фугас и заманили туда экстремистов. Несколько минут, и операция завершена. Сирийские военные активировали бомбу. Подземные войны — новая реальность. Но кто выйдет победителем, а кто побежденным? Кто защитит человечество от угрозы, которая идет из-под земли? Есть, скажем так, структуры, которые располагают более серьезной информацией. Прекрасно знают, что, например, вот в этих подземных убежьях могут храниться какие-то древние знания. Их называют пещерные солдаты. Они легко ориентируются в катакомбах и тоннелях, а главное — обучены тактике ведения подземного боя. Сейчас такие подразделения созданы в Штатах, в Канаде, есть в ряде других стран. Но, скорее всего, это подразделения, которые изучают методику и тактику этой борьбы. То есть нельзя сказать, что это подразделения, они работают только под землей. То есть они выполняют все необходимые задачи, необходимые для спецназа, но также изучаются дополнительные методики ведения контртеррористической войны уже в подземельях. Пентагон, оказывается, уже давно готов к подземной войне и даже создал целое специальное подразделение солдат, способных воевать в особых условиях. И это не шутки. Неужели американские военные знают о скрытых подземных угрозах и уже сегодня вовсю готовятся к неминуемой глобальной катастрофе? Я даже действительно не исключаю тот факт, что вот интерес американцев к Афганистану, который является абсолютно аномальным, может быть, объясняется именно тем, что те военнослужащие, которые проходят там подготовку, или которые проходят там военную службу, может быть, нисколько борются с этими террористами, сколько формируют вот эти войска для ведения подземных войн. Хотя Соединенные Штаты Америки этого не афишируют. Это уникальные кадры первых учений пещерного батальона США. Они состоялись в Индиане в феврале этого года. Условия, приближенные к реальным. Катакомбы, враг, задача уничтожить. А это секретный пещерный военный комплекс Норвегии, оставшийся в распоряжении у США после Холодной войны. В феврале этого года американские власти неожиданно расконсервировали его и заполнили военной техникой. Танки, артиллерия, логистическое оборудование. Всё необходимое, чтобы укомплектовать 15 тысяч морских пехотинцев. При желании здесь можно укрыть даже космический корабль. США полностью переориентируются на подземные бои. Они уже применяют отработанные техники, в первую очередь в Афганистане и Сирии, где сражения в катакомбах приобрели наибольший размах. Буквально несколько недель с коллегой общался, который в контрразведке работал. Он говорит, тоже в Афганистане ведём боевые действия, в ущелье проходишь. Вдруг на сопке появляется танк. Откуда появился, как туда затащили? Мы, говорит, точку подавили, поднимаемся, танка нет. Но потом уже только начали взбираться, что настолько серьёзно вот эти подземелья рыли. Мать всех бомб стёрла с лица земли огромный пещерный комплекс боевиков ИГИЛ в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Эта новость в апреле 2017-го в буквальном смысле произвела эффект разорвавшегося снаряда. Матерью назвали один из самых мощных в мире неядерных боеприпасов, призванных разрушать бандитские подземелья. Заряд массой 9,5 тонн способен уничтожить всё живое в радиусе 150 метров и вширь, и вглубь. Нашей целью была система тоннелей ИГИЛ, которую они использовали для свободного перемещения. Это помогло им готовить нападения на военных советников США и военнослужащих Афганистана. Соединённые Штаты решительно борются с ИГИЛ, боевиков нужно было лишить оперативного простора. Что мы и сделали. Активная подземная деятельность США озадачила не только врагов, но и давних друзей. Израиль тоже вынужден вести подземные войны. Это самая массивная оборонительная стена в мире. Разделительный барьер не только ввысь на 8 метров, но и в глубину. Задача невиданной преграды – предотвратить подкопы под землёй в конфликте с Палестиной и борьбе с террористами Хамаса. Вся стена обтянута колючей проволокой и датчиками движения с видеокамерами, которые дают сигнал о любом перемещении под землёй. Техтор газа имеет сотни туннелей, которые ведут Египет, по которому идёт контрабанда и оружие. Вот периодически израильские войска обнаруживают, уничтожают. Почему же политики многих стран взяли курс под землю? Что угрожает человечеству на поверхности? Откуда ждать угрозу – сверху или снизу? Окопы, уходящие в недра. Внешне они похожи на норы, в которых можно прятаться и передвигаться. Боевики запирают в своих подземельях заложников и минируют входы и выходы. В этом случае израильские военные первыми отправляют в тоннель специальных роботов с установленными на них камерами. Всё видео в режиме онлайн поступает на поверхность. Если в тоннеле людей не обнаружили, его уничтожают. Бомбят или заваливают землей. Они подрывают не только вот сами вот эти туннели, но и все подземные объекты на расстоянии, допустим, 300 метров, 400 метров. Объемный детонирующий боеприпас облегчает работу бульдозеров мирного времени, которые будут сносить вот эти все развалины. Но боевики, несмотря на риски быть похороненными заживо в завалах, продолжают копать. Подземная война очень эффективна. Террористы обстреливают позиции, а когда по ним открывают ответный огонь, все боевики моментально, в буквальном смысле, проваливаются под землю. Обычный город, только под землей. Маленькое село Заюково в Кабардино-Балкарии в 2015 году приковало к себе внимание археологов со всего мира. Кто построил эти гигантские многокилометровые сооружения, ученые до сих пор не могут понять. Первое же погружение спелеологов в пещеру повергло их в шок. В этот день Артур Жемухов со своим братом Аркадием решили обследовать пещеру на глубине. Артур работал под землей, Аркадий страховал сверху. Вдруг он услышал крик брата. Это вход! А на следующий день спелеолог Артур Жемухов погиб при странных и даже мистических обстоятельствах. Его тело обнаружили на проезжей части недалеко от Баксанского круга. Место расположения пещеры. Друзья уверяют, Артур не планировал так поздно никуда ехать. Как он оказался там? Зачем отправился в пещеру ночью? Его кто-то позвал? Или Артур сам решил еще раз посмотреть, куда ведет найденная им таинственная дверь? Но почему ночью? За какой секрет он заплатил жизни? Спелеолог Виктор Котлеров последний, кто разговаривал с Артуром. Оказывается, за несколько часов до смерти Жемухов позвонил ему и рассказал о своей находке. Он понимал, что фактически нашел не просто дверь, а открыл портал в вечность. Вдруг звонок, который раздается в последний день мая 2015 года. Артур звонит и говорит, ты мне не верил? Ты мне не верил, а я нашел. Что нашел, Артур? Я нашел вход. Вход куда? В подземный зал. Но если ты нашел вход, я, конечно, завтра приеду. Что он из себя представляет? Я покажу, я расскажу. Артур Жемухов слишком близко приблизился к разгадке тайны пещеры Хора-Хора в Кабардино-Валкарии и к секретам древней цивилизации. Спелеолог проводил долгие математические расчеты. За основу он брал карту звездного неба, вычислял реперные точки по координатам и был абсолютно уверен, что древние и развитые цивилизации оставили много интересных тайн и бесценные знания, недоступные современным людям. И Артур хотел в этом разобраться. Все свои исследования он связывал с египетскими пирамидами. Более того, все свои поиски он связывал со звездой Сириус, скажем так, звездой, которая в основе всех египетских пирамид и исследований по египетским пирамидам. Заюковский подземный город сразу назвали двойником пирамиды Хеопса. Загадочные полости обнаруженной пещеры в точности повторяют внутренние устройства египетских пирамид. Но как такое возможно? Кто их построил? Под Падальбусом есть подземный ход. Известно, что с Харахоры и рядом, с идущего рядом ущелья Тызы, в Тызыльском ущелье, были какие-то подземные ходы, по которым местные жители в зимнее время возили сено. Еще рассказывают, что эти самые ходы были настолько гладкие, что трудно было поверить, что это сделала природа. Спелеологам по следам Артура Жемухова удалось продвинуться внутрь пещеры. Но что они увидели на глубине? Перед ними открылась отвесная шахта 100-метровой высоты с идеально гладкими стенами. Стало очевидно, все коридоры, проложенные в горе, были созданы руками человека. Здесь все как на поверхности. Улицы, площади, дома. Перед нами открылся зал. Зал невероятный. 36 метров высоты. 36 метров, правда, не широкие, чуть более 4 метров. Посередине этого зала, прямо внизу, примерно так, ну, может быть, 30-40 метров от земли, висел камень. Как он туда упал? Попал, упал. Сверху это невозможно. Специалисты считают, в этих подземных помещениях шла работа по созданию лазерного оружия будущего. Здесь располагался древнейший генератор энергии излучения неизвестной нам природы. Но при чем тут пирамида Хеопса? Оказывается, по размерам и обустройству пещера Баксанского ущелья практически копией египетской пирамиды. А ее как раз считают крупнейшим космическим преобразователем энергии. Получается, что сотни лет назад человечество испытывало супероружие и готовилось уйти под землю. Но с кем собирались воевать люди и от кого прятаться? Значит ли это, что подземный механизм на уничтожение нашей цивилизации уже запущен и скоро рванет? Я знаю, что проводились не только, скажем, какие-то взрывы подземные, но даже и бактериологическое оружие иногда использовали под землей. Ученые выдвинули шокирующую гипотезу. Планета Земля – гигантский выработанный карьер. Похоже, на нашей планете нет естественных гор и ущелий. Все построено кем-то до нас. Индустриально развитая цивилизация существует на Земле десятки тысяч лет, но куда пропали ее жители? Что-то произошло, люди укрылись в этих подземных убежищах. Катаклизм прошел, люди вышли на очистную планету осваивать, и наверняка все, ну, а какое-то и оборудование этих убежищек останется, и какие-то там записи, какие-то документы, какие-то технологии. Десятки тысяч километров тоннелей буквально пронизывают все внутренности планеты. Они проходят не только под поверхностью островов и континентов, но даже под дном Мирового океана. Смотрите далее. Загадочный туннель Антарктиды. Почему британские спецслужбы засекретили открытие собственных ученых? Добро пожаловать в ад. Загадка американской централи. И почему в этом мистическом уголке планеты Земля буквально горит под ногами? Китайские города массово уходят под землю. Кто скидает Поднебесную изнутри? Невероятно, но ученые обнаружили перекресток подземных трасс в одной из крупных аномальных зон. Под Медведицкой грядой. Исследователи составили даже карту подземной сети. Оказывается, отсюда можно попасть не только в Подмосковье, на Кавказ и в Крым, но и в северные регионы России, на Новую Землю и даже в Северную Америку. Здесь текут родники с радиоактивной и дистиллированной водой. На небе часто наблюдаются неопознанные летающие объекты. Подземные сооружения имеют правильную геометрическую форму. Природа такие объекты не создает. Это значит, найденные пещеры рукотворного происхождения. Но кто и зачем их построил? С помощью каких технологий? Такое впечатление, что действительно мы потеряли какие-то знания о древних технологиях. Может быть, действительно, знаете, какой-то древний ЦЕРН был там, этот ускоритель. Может быть, это какая-то система энергоподпитки была. ЦЕРН — сокращенное название Европейского центра ядерных исследований. В этой огромной подземной лаборатории создают так называемую машину судного дня, иначе адронный коллайдер. Однако ученые уверены, подобная техника уже существовала на Земле раньше. Очевидно, что подземные сооружения были созданы древней цивилизацией, и, скорее всего, они используются до сих пор, пока неизвестным нам способом. Чтобы исследовать планету изнутри, нужны передовые технологии, и они создаются. Гидролокаторы, георадары, аппаратные комплексы, способные слышать звуки под землей и водой. Это одна из самых засекреченных статей военных программ и России, и США. Мы еще до конца не знаем всех законов подземного мира. И действительно, надо быть очень осторожным и во время испытаний всевозможного оружия, и при добыче полезных ископаемых. Гидролокаторами уже напичкана практически вся акватория мирового океана. Только с их помощью можно обнаружить подземные тоннели и даже четко определить районы активности НЛО. Второй инструмент наблюдения — георадары. Эти супертехнологичные комплексы словно разрезают недра Земли и сканируют ее внутренности вглубь. Благодаря новым технологиям мы узнаем все тайны, что скрыты под землей. Вы слышите эти пугающие стоны и голоса? Они раздаются из недр Земли. Их уловили локаторы во время буровых работ на Кольской скважине на севере нашей страны еще в 90-е годы. Геологи хотели записать звук движения литосферных плит при бурении — это обычная технология. Но вместо этого они услышали кричащий и разрывающий душу человеческий голос. Вначале буровики подумали, что это их собственное оборудование дает наводку. Тогда они еще раз отрегулировали локатор, но адские звуки раздались вновь. Это был даже не крик какого-то одного человека, это были стоны миллионов людей. Геологи остановили работы на Кольской скважине. Они поняли, что просверлили окно в преисподнюю. Ученые потрясены. Однако эти звуки до сих пор никто не смог расшифровать. Кому принадлежат голоса из-под земли? К разгадке тайн недр земли были близки создатели уникальной подземной лодки. Между собой советские ученые пророчески называли ее кротубийца. Она должна была выполнить, казалось бы, невозможное — пройти путь от Москвы до Вашингтона и разгадать все тайны подземелья. Они в специальном ящике держали крота с помощью различных приборов. Они вели за ним наблюдение, то есть изучали, как действуют передние, задние лапы, как работает его голова, шея и так далее. И по полной аналогии с кротом, они создали такой аппарат, который так и назывался тогда стальной крот. Создание подземной лодки с самого начала было окутано завесой тайны. Секретное изобретение убивало всех, кто с ним был так или иначе связан. Сначала от шальной пули прямо на улице возле своего дома погиб конструктор Петр Рассказов. Первые, кому пришла идея о машине, способной проходить сквозь толщу земных пород. По мистическому совпадению, в тот же день пропали секретные чертежи изобретателя, позже обнаруженные в фашистской Германии. Через несколько лет арестован НКВД и расстрелян другой инженер — Александр Требелевский. В 60-е годы Никита Хрущев вновь вернулся к идее создания подземной лодки. И в СССР закипела работа. Машина с ядерным реактором и тонной взрывчатки на борту. Она словно крот прокладывает сама себе подземные ходы, роет тоннели, прорывается вглубь планеты на десятки километров и крошит своими механизмами крепчайшие земные породы. Это новое сверхоружие. Основная задача этого крота была как раз, чтобы цель поставлена в районе Калифорнии в первую очередь, проникать в командные подземные пункты Соединенных Штатов Америки, производить там определенные разрушения. Урал, 1964 год. Первые испытания подземной лодки поначалу давали потрясающие результаты. Машина ворвалась в недра земли с небывалой скоростью. Это был настоящий успех. Эксперимент решили повторить. Что случилось на 10-километровой глубине, доподлинно неизвестно до сих пор. Все материалы до сих пор засекречены. Боевой крот, набрав скорость неожиданно для всех, остановился и взорвался под землей, погубив всех находящихся на его борту людей. Что стало причиной взрыва? Что помешало кроту двигаться дальше? Ответ ученых вызвал сенсацию. Они в один голос заявили, экспедиция слишком близко подобралась к подземной цивилизации. Дальше ей путь был закрыт. Попал объект в какую-то аномальную область, и просто ему не дали, как говорится, дальше этому объекту там пройти. Почему так произошло? Почему, создав уникальную и не имевшую мировых аналогов машину для подземных работ, разработчики отказались от нее после всего одного неудачного испытания? Неужели уже в те времена ученые, столкнувшись с тайнами подземной жизни и получив доказательства приближения вселенской катастрофы, предпочли умолчать о ней на долгие годы? Находку британских климатологов поначалу тоже поспешили засекретить. Группа ученых из четырех человек совершила переворот в истории освоения самого холодного континента планеты. Несколько сот километров Антарктиды они изучили сверху донизу. На вертолетах, мотосанях, с помощью радаров и самых современных измерительных приборов. Все наблюдения старательно фиксировали в специальный электронный журнал. И им повезло. Ученые приблизились и увидели во льдах гигантскую впадину. Но что это могло быть? Она была просто огромной. По глубине, наверное, Сейфелеву башню. Туда спокойно могла бы зайти, например, подводная лодка. Технические характеристики тоннеля исключали природное происхождение. Более того, его не могли проложить и современные люди. Ведь человечеству пока неизвестны технологии, позволяющие создавать такие масштабные тоннели в удаленности от цивилизации и в таких климатических условиях. Немцы отправляли экспедицию. Возможно, ни одну. Скорее всего, там была какая-то база. Может быть, несколько баз. Участникам экспедиции не терпелось поделиться своей сенсационной находкой, но погода внезапно испортилась, а вместе с ней пропала и связь. Первые открыватели коротали дни в лаборатории. Сигнал появился лишь через пару дней. Сара Боуэлл сразу же поспешила сообщить о чудо-тоннеле. Однако на другом конце света ей сухо ответили находку держать в строжайшей тайне. До особых распоряжений. После того, как ученые вернулись на родину, британские спецслужбы изъяли у них все отснятое видео и засекретили. Но изучение тоннеля продолжилось. Британские военные направили в район загадочной находки специальный спутник с геодезическим сканером. И появились новые подробности. Длина сооружения больше двух километров. Высота около двухсот метров. Проемы имеют идеальную форму. Будто их специально шлифовали. Неужели это и есть фрагмент таинственного антарктического города, который ищут во льдах не одно десятилетие? Мир как никогда близок к разгадке этой тайны. Антарктида обитаема. Речь идет о том, что исследования, которые проводились в Антарктиде, показывают, что в определенный исторический период не было ледяного вот этого покрова. И там имелась и флора, и фауна, и так далее. То есть это был обитаемый континент. Удивительно, но во всех подземных сооружениях в разных частях света ученые обнаруживают один и тот же почерк создателей подземных лабиринтов. Гладко отшлифованные стены, идеальные формы, продуманная система входов и выходов. Это не может быть совпадением. Это еще одно доказательство существования подземной цивилизации. Более продвинутой, умной и, вероятно, более могущественной, чем нынешняя. Под нашими ногами есть жизнь. И она открывает свои тайны. В такого рода туннелях, пространствах находятся миры совсем иных измерений. И в обычном состоянии мы с ними контактировать напрямую не можем. Другое дело, что в этих местах есть очень тонкая граница между этими мирами и уже как бы отработанные порталы. 12-летний Тодд Домбосский и его старший брат Майкл в тот воскресный день собирались пойти на футбольное поле погонять мяч. Предвкушая захватывающую игру, парни, обгоняя друг друга, неслись в сторону стадиона. Майкл убежал далеко вперед, а когда обернулся, Тодда на дороге уже не было. Он исчез, словно сквозь землю провалился. Майкл анемел. Такой он видел только в кино. В земле образовалась трещина, и из нее отчетливо валил дым. Мальчик рванул вперед. Он вдруг понял, что Тодд действительно там, внизу. Еще минуты, и трагедии не миновать. Майкл успел схватить брата за руку и буквально выдрать его из этой бездны. Добро пожаловать в ад. Такой надписью встречает мертвый город, который когда-то назвали централей, а теперь преисподней. Под землей, на которой он стоит, бушует пожар вот уже 55 лет. Попасть сюда можно только по дороге призраку. Ее нет ни на одной карте мира. Вычеркнут из почтового реестра и сам город с индексом 17297. Кто проклял мирный город? Фактически мертвый город, ну, потому что подземные пожары идут, и в любом месте можно провалиться под землю, получить ожоги. Прототип фантастического города Сайлент-Хилл из известного фильма ужасов еще в 1981 году был домом для тысячи человек. Сейчас их осталось всего семь. Они живут здесь, ходят в местную церковь на службу, которая проводится каждую субботу, и наотрез отказываются покидать любимый город. Но власти делают все, чтобы спешно выселить людей на другую территорию. Почему никто не тушит пожар? Неужели дым – это только завеса каких-то секретов и тайн? Кипящий котлован наводит ужас на жителей. Подземелье посылает сигнал. Скоро вся планета ощутит этот жар адского пламени. Это звучит невероятно, но централью в бомбу замедленного действия превратили именно власти города. Все началось с того, что на месте заброшенные шахты устроили городскую свалку. Когда решили избавиться от нее, пошли самым простым путем – подожгли. Однако не учли очень важное обстоятельство. Под землей остались залежи антрацитного угля. Огонь от горячего мусора за считанные минуты спустился в шахту и буквально съел город изнутри. По прогнозам, этот уголь еще будет гореть около 250 лет. Дым валит из-под земли круглосуточно. Воздух в радиусе километра наполнен угарным газом. Но что самое страшное, каждые пять лет город с небольшими участками медленно, но верно проседает под землю. Все миры, оставшихся в централе, уверены – власти скрывают от них правду. Они знают – под землей проходит тоннель. Он связан цепочкой проходов с секретной военной базой Пентагона. И 55 лет назад случился не рядовой пожар, а умышленный поджог. Возможно, там мы испытывали какое-то оружие химическое, связанное с тем, чтобы в нужный момент его применить и, соответственно, вывести из строя довольно большое количество населения. И при этом это сделать, не светясь, так сказать, без официального объявления войны и так далее. В эту адскую печь кто-то постоянно подкидывает дровишки. Но зачем? Кому-то понадобились эти подземные территории? Может, кто-то хочет испепелить старые тайны и свести новые? Ходили разговоры, что Пентагон намерен использовать выжженные подземелья для строительства нового секретного объекта. А жители специально хотят переселить из города, чтобы закрыть его от посторонних глаз навсегда. США осваивают подземные территории и все чаще уводят свои изобретения под землю. Или под вином инновации они скрывают что-то более опасное? Человечеству грозит катастрофа, и США вовсю готовятся к ней. В Соединенных Штатах, например, вроде бы в коммерческих целях, супермаркеты иногда на расстоянии нескольких десятков километров соединяют подземными туннелями. Это все предназначено для снабжения населения. А в случае термоядерной войны у них есть все, даже, собственно, готовы гробы и места для захоронения. Ну, такие примитивные гробы. Есть готовые же концлагеря, куда, в случае чего, всех подозрительных людей загонят. Миллиардер Илон Маск – первый из мировой элиты, кто в буквальном смысле спустился с небес под землю. Отодвинув на второй план свои космические разработки, он намерен создать настоящую подпольную империю. Эти кадры американский изобретатель и основатель компании Тесла опубликовал на своей личной странице в Твиттер. И сразу вызвал бурное обсуждение. На видео со скоростью 200 километров в час несется электрическая платформа. И все бы ничего, но эффектное действие происходит в огромном тоннеле под землей на глубине 3000 метров. Маск, как всегда, удивляет. Он известный провокатор. Технологии двойного назначения его конек. До этого момента он изучал Землю сверху. Космос, как прикрытие. Чего только стоит его идея освоения Марса, под видом которых он откровенно разрабатывает новое секретное оружие Пентагона. Вот и сейчас. Маск, казалось бы, задумал проект, который избавит мегаполисы от пробок. Вечные и мучительные проблемы больших городов. Автоконцерн Тесла уберет машины в подземелье. Вот кадры презентации его футуристической идеи. Специальная платформа опускает автомобиль прямо с шоссе или улицы вниз в тоннель. Но это только на первый взгляд. 30 уровней подземных коридоров получают американские власти благодаря умелым конструкторам Маска. Невидные по территории сооружения. Разветвленная сеть тоннелей под землей станет самой масштабной в современном мире. Это даже не лаборатория и не военная база. Это подземная страна. Готовое убежище на случай глобальной катастрофы. Тест подземного лифта уже проведен. Следующий шаг – строительство тоннеля. Путешествие к центру Земли начинается прямо сейчас. Американский журналист Бенджамин Фулфорд много лет занимается расследованием подземных тайн военного ведомства США. Мы записали эксклюзивное интервью с ним. Его откровения поражают. Оказывается, в Америке давно существуют сверхскоростные тоннели и находятся они глубоко в недрах Земли. Я брал интервью у одного ученого, работавшего на тайную космическую программу США. Он говорит, что существует подземный туннель, соединяющий Лондон и Нью-Йорк с высокой пропагандой. Он сказал, что этот туннель закрыт для людей. А это кадры передней части бурильной машины, которую по-другому называют режущей головкой. Конструкция позволяет одновременно выкапывать грунт под землей и укреплять стенки тоннеля. Эта суперсовременная технология используется и в России. Метрострой переживает бомб. Теперь у нас есть полностью автоматизированная сверхпрочная конструкция под названием проходческий щит. Тяжкий ручной труд в далеком прошлом. Неужели идеи рассказывает Ребелевского о создании подземного крейсера воплотились в жизнь? И мы, наконец, раскроем все тайны недра Земли. Спелеолог из Кабардино-Балкарии Артур Жемухов был в шаге от разгадки тайн подземных цивилизаций и сенсационного открытия, которое бы изменило ход истории человечества. Однако жизнь его трагически оборвалась. Чтобы попытаться пролить свет на загадочную гибель альпиниста, мы встретились с братом Артура Аркадием в его родном селе в Кабардино-Балкарии. Некоторые спрашивали, Артур, вот ты там копаешься, ты там золото ищешь? Ты нашел золото? Он говорит, если бы там золото было, я бы там не искал бы, говорит. Мне, говорит, золото не нужно. Аркадий предполагает, что Артур нашел в открытой им пещере под Заюково некую дверь в зал знаний. Вполне конкретное помещение для сохранения информации. И речь здесь идет не о мистике, а о высоких технологиях, с помощью которых наши предки стремились передать информацию потомкам. Кстати, искали это помещение во время войны ученые из гитлеровского тайного общества Анненербе. Он рассказывал, что вот этот город, который находится здесь, он охватывает территорию от Харахора до Эльбруса. под низом. И он говорил, что все пирамиды на нашей планете полностью связаны туннелями. В последнее время Артур неоднократно жаловался. Какие-то люди угрожают ему и требуют прекратить поиски. Брат как мог успокаивал его, мол, это все происки завистников. Последний день перед гибелью Артура они провели вместе в той самой пещере. А потом Аркадий уехал. Я ехал, он мне позвонил, я уже до Чигема доехал, когда, говорит, далеко уехал, я могу вернуться. Да нет, говорит, я подумал, говорит, может, я с тобой бы поехал туда. На утро Аркадий узнал о том, что его брат погиб. Тело его было найдено недалеко от пещеры. Сразу после того самого звонка брату Артур поймал попутку, которая ехала в Нальчик. Но по пути неожиданно попросил остановить и вышел, сказав, что дальше доберется сам. Кому была нужна гибель Артура Жемухова и какие тайны древнего подземного города он унес с собой в могилу? Ответы на эти вопросы так до сих пор и не найдены. Его называют «стальной червь». Он сверлит путь в толщу породы, оставляя за собой уже готовый тоннель. Огромная махина способна пробурить до сотни метров в день. Для понимания размеров, самый большой щит по высоте сравним с пятиэтажным домом. Лидер в производстве механических червей – завод в китайском Гуанчжоу. И этому есть объяснение. Впечатляющие кадры. Эти люди стали свидетелями внезапного обрушения здания как раз в китайской провинции Гуанчжоу. «Прямо на глазах дом не только развалился, но и ушел под землю». Что там внизу происходит? Кто-то из-под земли хочет нас уничтожить? Все дело в подземных пустотах. Их в Китае великое множество. Подземелья поднебесные, как кусок швейцарского сыра, испещрено полостями и воронками. Целые города проседают под грунт. Среди жителей даже прошел слух. Всему виной гигантские черви-мутанты, которые разъедают их поселение. В 2012 году жители города Иянь, центральной китайской провинции Хунань, испытали шок. Всего за два месяца в земле образовались почти 700 дыр. Один из провалов просто потрясает. Он произошел в самом центре водохранилища местного рабохозяйства. Образовавшаяся недалеко от завода воронка буквально втянула в себя всю воду. Вместе с потоком подземелье заглотило и 25 тысяч тонн рыбы. Вот так выглядит эта ловушка. Северокитайская равнина стала чуть ли не мировым лидером по темпам проседания почв. Ситуация катастрофическая. К примеру, город Занчжоу, провинция Хэбэй, фактически полностью ушел под землю. За четыре десятилетия местные высоты над уровнем моря упали на 2,5 метра. Поплыли фундаменты зданий. Началось серьезное обмеление многих озер и рек. Люди боятся ездить по автобанам и скоростным железным дорогам. В любой момент трасса может обрушиться под землю. И это очень опасно. В Китае, чем характерен, в 2012 году там произошло, наверное, в разных провинциях около полутора тысяч таких провалов. И это уже значительно больше среднестатистического. Вот. Почему такое происходит? Ученые предупреждают. Всему виной нещадная эксплуатация подземных шахт. Чрезмерная добыча углей и повальное строительство тоннелей рано или поздно погубит всех. Любая, как бы, развитая такая вот страна с развитым военно-промышленным комплексом, она обречена уходить под землю. Понимаете, это перенос инфраструктуры технической под землю, да, как способ защиты своей государственности. Китайские власти действительно используют свои вековые недра, как ни одна страна в мире. Десять миллионов квадратных метров подземного пространства перекопаны, состроены, заселены. Подземные бомбоубежища протяженностью сотни километров под Пекином построены на случай ядерных атак. Это настоящий город под городом. Школы, больницы, магазины, парикмахерские рестораны и даже каток. 40% населения Пекина при желании могут разместиться под землей. Оказывается, очень многие здания в китайской столице имеют секретные люки. Это входные ворота в подземные города. Под Китаем найдены огромные древние подземные туннели, такие же города, которые находятся и в Южной Америке, и в Европе, и в Индии. Просто восстанавливают подземные города, возможно, их реконструируют, используют на случай, как говорится, каких-то катаклизмов. Под землей в Китае работают заводы, ведутся научные разработки и даже рождаются дети. Дети подземелья. Это звучит невероятно, но в Китае уже и рожают под землей. Вот, например, в уже знакомом нам городе Чанчжоу функционирует роддом, первый этаж которого полностью ушел под землю. Геологическое бедствие постепенно охватывает всю страну. Это Шанхай. Ученые уже сегодня предрекают ему судьбу легендарной аплантиды. За сто лет крупный мегаполис стал ниже на 30 метров. А за последние три года этот процесс ускорился. Что будет завтра с одним из самых густонаселенных городов планеты? Но китайские власти продолжают окапываться вглубь. Китайцы строят и наземные города, но строятся и подземелья, что в случае опасности, неважно, ядерная ли война или какая-то катастрофа всемирная, где можно будет укрыться человечеству на какое-то время. Часы пробили полночь. У сборщицы в Англии только что закончился рабочий день. Молодая женщина спустилась из цеха в подсобку. Здесь она живет вместе с мужем и маленькой дочкой. Сегодня был очень тяжелый день. Нужно немного отдохнуть. Это уникальный по своей сути город-завод Юпор. 17 тысяч человек здесь не только работают. В этих помещениях люди живут, рождаются, учатся, женятся и умирают. Промышленная китайская революция достигла невиданных прежде подземных масштабов. Кофемашины и электрогрили сходят с конвейера подземного завода 24 часа в сутки. Миллионы предметов бытовой техники поступают в магазины всего мира прямо отсюда, из глубин. Перенаселение и постоянная опасность ядерной агрессии заставляет Китай уходить под землю. В 2016-м мир узнал о гигантской по своему масштабу подземной ядерной базе в Поднебесной империи. В Китае уже с 60-х годов прошлого века строится огромное количество туннелей. Подавляющее большинство вот этих туннелей, они секретны. То есть Китай готовится, в общем-то, к ядерной войне. 20 километров подземной цивилизации на глубине 500 метров китайские военные рассекретили. Тем самым показав свою боевую готовность в случае ядерных или природных катастроф. Святай святых атомной программы Китая. Здесь располагалось производство оружейного плутония. Высота подземного сооружения размером с 30-этажный дом, 18 пещер, более 130 дорог и туннелей, по которым свободно может перемещаться любая военная техника. В случае начала ядерной атаки или землетрясения даже силой в 8 баллов. Огромные двери толщиной 2 метра перекроют входы в бункер. Военная база продолжит функционировать. Китай вообще страна загадка. То есть там очень много подземных, мертвых городов, которые могут вместить несколько миллионов человек. И доказывают наблюдениями, что не подается в них электроэнергия, нулевые показания счетчиков. Но как люди в принципе могут жить под землей так долго? Сколько времени могут находиться при малом освещении или вовсе без света? В условиях явной нехватки кислорода. Как выжить и не погибнуть? Смотрите далее. Земля уходит из-под ног и забирает с собой людей. Почему прогулки по улицам Брянска стали смертельно опасны? 30 часов под землей без шанса выжить. Чудесное спасение шахтера из Якутии. Он расскажет, как подземелье буквально вытолкнуло его из глубины. Великий ужасный адронный коллайдер. Чудо-машина или супероружие, которое уничтожит все человечество? Он выбрался из подземелья чудом. Алишер Мерзаев. Его история спасения из затопленной шахты в Мирном невероятна. 4 августа этого года на алмазном руднике Мир в Якутии произошел прорыв воды. Шахту частично затопило. 151 человек в тот момент находились под землей. 8 из них спасти так и не удалось. Пришел ветер с туманом. Глыбок, или как ее назвать, воды с грязью, с мочеволой. Пришлось глотать воду грязью. Его местонахождение установили при помощи сотового телефона, который чудом уцелел. Горноспасатели обнаружили Алишера на глубине 410 метров. 30 часов под землей. В затопленной шахте Алишер Мерзаев без конца повторял слова «надо жить». Слановка шла сверху вниз на меня. Пришелся подниматься и идти вверх. Воды по грудь. Холодая, соленая, грязная. Препятствия были всякие. Было все загармождено. Все это припыло отсюда. Трубы, доски, колеса. Весь мусор. Поднимался с раненной ногой. Тяжело было, конечно. А что делать, жить надо. На этих кадрах под аплодисменты Алишера Мерзаева на носилках выносят спасателей. С переохлаждением. Ушибом легкого, раненой ногой, но живого. Выжить под землей горняку помогло чудо. Грязевые потоки и вода как будто специально выталкивали его из недр навстречу спасателям. 5 августа 2017-го теперь для Алишера второй день рождения. Маленькая Соня Штермер спала, когда брат вынес ее на руках на воздух. Она практически сразу очнулась, приоткрыла глаза и заплакала от боли. Свет был настолько яркий, что обжигал. Ее сестра Сима, зажмурившись, стояла рядом. В этот апрельский солнечный день 1944 года все они родились второй раз. Отец и сыновья Штермер выводили обессилевших детей и женщин из пещеры. Люди не видели солнца 511 дней. Они еще не знают, что спустя 60 лет их признают рекордсменами подземного выживания. 70 жителей одного из сел Западной Украины приняли решение уйти под землю, чтобы спастись от нацистов. Им было от 2 до 76 лет. Они скрывались в подземных лабиринтах протяженностью больше 120 километров. Температура плюс 10 градусов и ночью и днем. Поразительно. Но за все время никто из жителей подземелья не заболел. Они спали по 15-20 часов в сутки, сохраняя таким нехитрым способом энергию. Как показали последние исследования ученых, что бетаэндорфин является тоже гормон молодости. Помимо того, что хорошее настроение, гормон радости, гормон молодости. То есть люди как бы омолаживаются. И вот, возможно, древние сооружения как раз строились в основном под землей. Они строились для того, чтобы там в условиях как раз замкнутого пространства были вот такие положительные излучения, резонировали резонаторные камеры, где люди могли лечиться, улучшать свое здоровье, снова становиться моложе. Пещера творит чудеса. Она не только спасла людей от гибели, но и сохранила им здоровье. Биологические часы остановили свой ход. Получается, находиться длительное время под землей даже полезно? По сути, подземные тоннели – это резервация по сохранению молодости. Неужели эти 70 человек создали новую расу долгожителей? Соня Штермер, та самая девочка из пещеры, до сих пор жива. Ей 92 года. Она живет в Нью-Йорке со своими внуками. Жуткие кадры спасательной операции в Брянске. Огромный провал в самом центре города размером 2 на 1,5 метра и глубиной не менее трех образовался совершенно неожиданно. Земля буквально ушла из-под ног молодой женщины и унесла за собой коляску с малышом. Жить в городе становится опасно. В этом месте каждый день проходят тысячи людей. Прохожие, которые оказались рядом, вызвали спасателей. Эти кадры сняты спустя 10 минут после трагедии. Маму мальчика Татьяну Диденко удалось достать из ямы. Спасатели сказали, что она ухватилась одной рукой за выступ провала, в другую удерживала коляску и думала, что вместе с коляской держит сына. Но ребенок выскользнул и пропал в подземных водах. Короче, труба большая. Там можно встать, но где-то вот так нет. Поиски малыша водолаза вели всю ночь. Метр за метром они исследовали подземные глубины в надежде найти ребенка. Однако спустя 4 часа в сотнях метрах от трагедии они обнаружили лишь шапку и одну из варежек Кирилла. Тело мальчика нашли спустя 28 часов в 5 километрах от места трагедии у очистных сооружений. Попрощаться с маленьким Кириллом пришли сотни жителей города. Могила на местном кладбище утопает в цветах и игрушках до сих пор. Страшные кадры из Неаполя. Подземный вулкан Сальфатара поглотил 12-летнего подростка и его родителей. Мальчик настолько близко подошел к центру кратера, что тот просто затянул его в свои глубины. Родители пытались спасти сына, но погибли вместе с ним. Подземелья могущественны, опасны и беспощадны. Трещины, пустоты, провалы. Они повсюду. Недра забирают человеческие жизни навсегда. Сила толчка 6,5 баллов. 295 погибших, более 3000 пострадавших. Это видеокадры страшного землетрясения в Италии, которое произошло в августе 2016 года. Крупнейшая катастрофа в истории страны за последние 7 лет. Разрушены несколько городов. Эпицентр взрыва находился на глубине 10 километров. Какие тайны вскрыл этот подземный толчок? Что послужило истинной причиной землетрясения? Вот эти эффекты, они уже говорят о том, что нам нужно, наверное, человечество немножко аккуратнее относиться к тому, куда мы внедряемся. По одной из версий, под завалами находится секретная физическая лаборатория компании ЦЕРН, Европейского центра ядерных исследований. Того самого, что запустил великий ужасный адронный коллайдер. Крупнейший в мире ускоритель частиц. Считается, что когда разгон коллайдера достигнет своего максимума, он откроет двери в ад. Это вход в другое измерение, и войти в него можно с помощью частиц высоких энергий. И облако таких частиц будет представлять собой быстро растущую сферу неустойчивого вакуума, в которой понятия пространства и времени перестают существовать. Сфера будет расти со скоростью света, и такой маленький объект, как наша планета, может быть поглощен в одно мгновение. В логотипе ЦЕРНа без труда можно разглядеть три шестерки. Цифра сатаны. Ведают ли сами ученые, с какими силами имеют дело? Эмблемы трех шестерок я исключаю. Вот я лично исключаю, что это случайно. Роль масонских, это и тех же мальтийского ордена, она очень велика, и там состоят очень серьезные люди. За неделю до землетрясения Европейский Центр Ядерных Исследований оказался в центре громкого скандала. В интернете появилось шокирующее видео ритуального жертвоприношения. Эти кадры снял якобы случайный наблюдатель. Восемь человек в черных балахонах с капюшонами перед статой индуистского бога Шивы приносят в жертву девушку. Она в центре, в белом платье. К ней направляется один из мужчин. Он наклоняется над ней и якобы ударяет ее большим ножом. Оператор наблюдает за этим из окна и в какой-то момент прекращает снимать. Однако на видео отчетливо виден силуэт автора ролика. Вот он. Судя по всему, он является девятым участником группы. А отражение в стекле видно, он тоже одет в черный балахон. Церн и коллайдер уже на протяжении многих лет привлекают внимание конспирологов. Вот еще одно мистическое обстоятельство. Большой адронный коллайдер расположен не просто на границе между Швейцарией и Францией, как расскажет любая энциклопедия. А на месте древнего языческого храма, возведенного жрецами культа смерти и разрушения. Наука, она иногда идет вразрез со здравой логикой. То есть ученые в погоне за какими-то новыми открытиями ставят под угрозу действительно существование всего человечества. За год до землетрясения в Италии и появления в сети ролика с жертвоприношением туристы сняли в Неве над лабораторией физики высоких энергий странные явления. Видео разлетелось по интернету. На нем зафиксированы странные атмосферные явления. Выглядит это так, как будто ученым с помощью большого адронного коллайдера все-таки удалось открыть портал в другое измерение. Миллиарды долларов вложены в ядерные исследования, проходящие в Европейском центре ядерных исследований. Почти все страны мира в той или иной мере принимают в них участие. Но почему же тогда работа ЦЕРНА так засекречена? Даже Эдвард Сноуден заявил, что для Агентства национальной безопасности США это кот в мешке. Почему многие ученые серьезно обеспокоены тем, что эксперименты ЦЕРНА могут положить конец человеческой цивилизации? И угроза снова идет из-под земли. Два года назад просочилось, что вроде как бы удалось получить на ЦЕРНе антивещество. Представляете, что такое антивещество? Если мы даже просто математическую модель возьмем, если, не дай бог, это антивещество будет неправильно хранить, то, извините, материя с антиматерией, когда вступают в взаимодействие, достаточно там двух-трех атомов, чтобы у нас тут новое солнышко загорелось. И где-нибудь в далеких галактиках увидели красивую сверхновую. ЦЕРНА Кутон тайными и легендами. Но есть и факты. В августе 2008 года во Франции при загадочных обстоятельствах погиб российский ученый-яверщик Аркадий Молин. Автомобиль физика внезапно вылетел с дороги и несколько раз перевернулся. Кому помешал ученый? И чем он был опасен? Аркадий Молин мог помешать кому угодно. От конкурентов, которые работали над коллайдером, и вплоть до каких-то спецслужб, которые могли, попытались у него получить информацию, например, получили отказ и, боясь разоблачения, попросту говоря, покончили с российским физиком. Очевидцы в один голос утверждали, с дороги машину практически столкнул грузовик. Они даже запомнили его номера. Однако следователи заявили, что такая машина в Евросоюзе не зарегистрирована. После недолгих разбирательств дело было закрыто. За последние, там, наверное, порядка шести лет погибло свыше 70 российских ученых, которые связаны с высокими технологиями, в частности, в области ядерных разработок, в первую очередь. Как выяснилось позже, физик Аркадий Молин был одним из тех, кто готовил к запуску большой адронный коллайдер. И именно он пытался рассказать правду о подземных лабораториях Церна, незадолго до гибели позвонив журналисту одного из изданий с просьбой об интервью. Смотрите далее. Под землей живет раса живых существ. Кто они такие? И почему о них никто не должен знать? Сенсационные откровения Эдварда Сноудена. Дыра дьявола. Почему даже находиться рядом с этим колодцем в долине смерти в Америке опасно для жизни? Подземный город миллионеров. И находится он в России. Как спасаются от катаклизмов богатые и знаменитые? Охранникам этой опасной зоны запрещено разговаривать с посетителями и давать интервью. Нарушение правил ведет к увольнению. Это дыра дьявола. Бездонный колодец, который невозможно измерить. Даже при помощи ультрасовременной техники. Многочисленные попытки заканчивались неудачей. Пласт магических легенд связан с этим местом. И индейцы отзываются именно с магической точки зрения. Скорее всего, действительно, в этом месте также находится какой-то портал, связанный с мирами нисходящего ряда. Аномальная зона находится в Калифорнии. Еще индейцы обходили ее стороной. Считали провал в земле порталом между мирами. Сегодня это место тщательно охраняют. Находиться близко к колодцу опасно для жизни. Дыра дьявола, она и была определена как зона, в которой возможен выход вот этот сатанинских сил на планету. Попытки исследовать дыру дьявола потерпели фиаско. Единственное, что удалось выяснить ученым, внутри расщелины находится вода. И она мертвая. Там находится дейтерий, то есть изотоп водорода. И вот оказывается, эта вода непригодна к употреблению и приводит к смерти. Многие верят, что эта дыра ведет в ад. Скалы, которыми окружена полость, имеют свой голос. На многих это звучание доводит суеверный ужас. Стены время от времени без причины издают звенящие звуки в достаточно широком диапазоне громкости и тембра. Посетители дыры дьявола испытывают неконтролируемый страх, даже если царит полная тишина. Геологи считают загадочный провал результатом движения тектонических плит земли. Они оказались далеко друг от друга. Таким образом и возник разлом. Однако многие ученые сомневаются в естественном происхождении впадины. Ведь до сих пор никому так и не удалось заглянуть внутрь и узнать, куда же ведет эта дыра. Подземных тайн становится все больше и все ближе час икс, когда мир настигнет глобальная катастрофа. Информация приходит из недр Земли. В глубине нашей планеты обнаружена раса живых существ. С таким обескураживающим заявлением выступил бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден. Эту информацию страшно даже предавать огласке. Тебя могут посчитать сумасшедшим. Тем не менее, это правда. По словам Сноудена, некие живые существа создали под землей искусственные сооружения и эволюционировали на протяжении сотен тысяч и даже миллионов лет. Они сумели пережить многие катаклизмы. Именно они уничтожили динозавров и мамонтов. Представители этой подземной расы, а вовсе не инопланетяне, и управляют НЛО. Земля прибыла в нашу Солнечную систему издалека. Из Вселенной номер один, а у нас Вселенная номер два. На Земле проводится большой эксперимент, подчеркиваю, по созданию человеку в разумных из нас, землян. Миф об инопланетном происхождении НЛО в середине 20 века США начали внедрять в массовое сознание нарочно, чтобы скрыть информацию об обнаруженной новой расе. Об этом никто не должен знать, но Сноуден добыл информацию и озвучил ее на весь мир. Он опубликовал данные о том, что согласно его представлениям, американцы твердо считают или проводят исследования, связанные с тем, что реальной зоной обитания пилотов и пассажиров НЛО является внутренность нашей планеты, что это разновидность тоже земной цивилизации, и что аппараты НЛО – это тоже такие не внеземные космические корабли, а вполне четкие земные корабли, которые обладают способностями передвигаться свободно в пределах нашей планеты, именно потому, что они специально и созданы для передвижения нашей планеты. Оказалось, Национальное управление по аэронаптике и исследованию космического пространства США давно получает радиосигналы, идущие из глубины Земли. Кто-то из центра планеты пытается общаться с человечеством, и заявил это в 2013 году не кто-нибудь, а высокопоставленный представитель НАСА. Звучит невероятно, но этот вид жизни обладает технологией, позволяющей направлять сигналы из-под земли на поверхность в несколько сотен километров. Земная цивилизация, обитающая в глубинах нашей Земли, имеет определенного рода подземные туннели, подземные коридоры, которые ведут на дно океана. Они позволяют свободно выходить из подземных убежищ, быстро совершать маневры в водной толще и оказываться в атмосфере или в ближайшем космосе нашей планеты, поскольку аппараты этой способностью обладают. Впервые американские ученые начали получать сигналы с помощью усовершенствованных спутников Земли. Радиопередачи имеют сложный математический код. Однако проблем с расшифровкой нет. О сути посланий представитель НАСА распространяться не стал. Только добавил, что специалисты пока не могут определить точное местонахождение подземной цивилизации. Из радиограммы ясно, что ее авторам прекрасно известны и наше прошлое, и настоящее, а главное – наше будущее. Подземные военные базы есть у любой державы, претендующей на мировое лидерство. Вот так выглядит мировая карта подземных военных баз по всему миру. Их строительство не останавливается ни на минуту. Все продвинутые технологии разрабатываются под землей. Надо торопиться и быть готовым, когда наступит час икс. Есть информация инсайдерская о существовании полутора сотен, скажем так, подобного рода заводов, связанных не только с разработками новых видов оружия, но и чуть ли не принадлежащие наполовину людям, наполовину пришельцам. В частности, говорится о том, что изначально эти заводы строились с учетом перспектив начала атомной войны. Главный раздражитель Америки — Северная Корея. В 2017 году Пхеньян заявил о разработке собственной электромагнитной бомбы для подземной борьбы. Она на 12 часов сможет вывести из строя источники электроэнергии на определенные территории, а также электронное оборудование. Этого времени хватит, чтобы нейтрализовать замаскированные подземные базы противника. Оказывается, Пхеньян давно прячет стратегические военные объекты под землей в горах. Такая маскировка позволяет защитить базы от ударов с воздуха. В центре страны, в горах Мюхен-Сан, меньше чем за год был построен огромный комплекс, разместившийся прямо в скалах. Это десятки километров подземных коридоров и залов. Инженерное сооружение расположено практически под всей Кореей. Все города исчеплены практически теми коммуникациями, которые позволяют выводить огневые батареи в направлении Южной Кореи или на те направления, которые подразумеваются по флангам наступления. Подземная жизнь Северной Кореи не дает покоя Пентагону. Больше всего американских военных беспокоят подземные тоннели, проложенные к НДР под демилитаризованной зоной на границе с Южной Кореей. По сообщениям американской разведки, Пхеньян уходит под землю все глубже. В 2009-м северные корейцы построили подземный завод для производства ракетного топлива. Даже особым спутникам США теперь сложно будет выявить его местонахождение. Более того, имеющиеся на вооружении США специальные проникающие боеприпасы не способны уничтожить существующие ядерные подземные сооружения КНДР и Ирана. Жители США в панике. Участившиеся мощные катастрофы и политический конфликт с Северной Кореей вызывают всеобщую паранойю. Люди скупают провизию и подземные убежища. Компании, готовые заселить американцев глубоко под землей, тем самым защитив их от разрушительных катаклизмов и войн, бьют рекорды продаж. Только вдумайтесь, закупки бомбоубежищ в США выросли в 5-7 раз. В Америке, как правило, бум строительства бункеров происходит в случае возникновения каких-то медийных поводов. То есть была катастрофа на Фукусиме, в Америке строили активно бункеры. Была угроза серьезных цунами, природных катастроф. Они активно строят бункеры. Вообще надо заметить, что Америка, она с самого начала в плане строительства бункеров была впереди планеты всей. Данила Андреев точно знает, как выжить на планете в случае любой катастрофы. На новоселье своим клиентам он дарит оранжевую аптечку АИ-2. Раньше такие пылились на полках в кабинетах ОБЖ. Сейчас это актуальный подарок для тех, кто собирается жить под землей. Внутри препараты, необходимые человеку при поражении радиоактивными или отравляющими веществами. Уже более 10 лет Данила и его компания занимаются строительством бункеров. И с каждым годом количество клиентов растет. Двери тяжелые, герметичные. При входе их две, они выдерживают волну ядерного взрыва. Специальная дверь, оборудованная вот такими резинками, они не пропускают. Когда зажимаются, они пропускают вовнутрь воздух. Заходите. Данила не скрывает, их заказчики состоятельные люди, которые хотят обезопасить себя на случай любого бедствия. Конца света, ядерной войны, вторжения инопланетян. Бум на подземелье начался после падения Челябинского метеорита. Вскоре жители одной из сибирских деревень АЮ обнаружили, что в горах идет какое-то секретное строительство. В эту глушь неожиданно провели дорогу и линию электропередач. Эти подземные объекты, они каютного типа. Есть отдельные модули, как купе в поезде, или как каюта на теплоходе. Вот оно небольшое. Есть зона общая, где расположено все оборудование. Некая зона, где можно собираться и общаться между собой. И жилые отсеки. Один из будущих жителей подземного комплекса Джон Маккафи некоторое время работал на одной из секретных военных программ США. Высокооплачиваемый специалист IT-индустрии перебрался в Сибирь из Калифорнии. Американец уверен, здесь безопаснее. Пока он приобрел себе обычный деревенский домик в тайге. Но уже скоро Джон собирается перебраться в элитный подземный поселок. Мои друзья и коллеги из России рассказали, что здесь собираются строить автономный подземный элитный комплекс. Я подумал, что это хорошая мысль переехать на Алтай. Одно из самых красивых мест на Земле, где в то же самое время можно чувствовать себя в полной безопасности. По сути, это подземный город миллионеров. К объекту нет никаких подъездов. Доставка продуктов и всего необходимого только по воздуху. На специальных вертолётах. Все убежища посёлка имеют свою систему жизнеобеспечения и не связаны между собой. Это проточный бак-накопитель. Понятно, что может быть перебои в случае какой-то чрезвычайной ситуации не только с электричеством, но и с водой. Более того, вода из внешних источников может быть заражена. Поэтому в случае чрезвычайной ситуации перекрывается подача воды. Бункер способен выдержать удар ядерной боеголовки. Входные двери оснащены биометрическими датчиками, читающими сетчатку глаза и отпечатки пальцев. То есть попасть в убежище может только сам хозяин. Главное – регулярно обновлять запасы продуктов и каждые пять лет менять воздушные фильтры. Бункер – это подвал. Это всегда подвал, который находится под землёй. У него есть специальное оборудование. Это двери, люки, которые позволяют сохранить герметичность этому объекту. Внутри находится специальное оборудование, которое фильтрует воздух и не позволяет заражённому воздуху войти вовнутрь, тем самым сохраняя жизнь и здоровье тех, кто там находится. Их называют укрываемыми. На рынке появляются как элитные, так и дешёвые укрытия. И даже целые подземные жилые комплексы для тех, кто боится приближения конца света. В обществе царят апокалиптические настроения. И спасение люди ищут под землёй. Неужели человечество обречено на подземную жизнь? И только там, глубоко внизу, можно укрыться от неминуемой катастрофы. Ведь войны и катаклизмы на Земле продолжаются. Или под землёй нам тоже грозит опасность? Землетрясения, цунами, атаки метеоритов, ураганы и солнечные затмения, разгул стихии или вселенский заговор. Все недра перекопаны. Все части света связаны между собой подземными туннелями. Города вместе с жителями проваливаются под землю. Тайные правительства под землёй создают целые резервации. Там проводят секретные эксперименты над людьми и создают новейшее оружие. Что происходит с нашей планетой? Чем грозят эти процессы? Неужели под землёй всё-таки существует враждебная нам цивилизация? Мировая наука не даёт однозначного ответа. Она не опровергла существование подземной жизни, но и не подтвердила этот факт. А значит, у человечества ещё есть шанс спастись. Редактор субтитров А.Сёмкин